МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И попросил бы, чтобы они сегодня мне помогли на телевизоре. Это мои друзья Александр и Николай. Пантелеймон, 56 лет. Первая супруга родила от него двоих детей, а после призналась, что никогда его не любила. Вторая жена ушла от него к другому, оставив троих детей. Пантелеймон – аудитор в крупной компании, живет в Ялте, мечтает переехать в Сибирь. Признается, что он бывший миллионер, гордится тем, что может решить даже самую сложную проблему. Обещает баловать избранницу кулинарными шедеврами собственного приготовления. Пантелеймон никогда не полюбит обманщицу и работницу торговли. Готов жениться на интеллигентной жизнерадостной женщине, которая сможет оценить его кулинарные таланты. Здравствуйте, парни! Рада вас видеть. Спасибо. Ой, боже, это что такое, по щучьему велению? Накормить решили нас. Скатерть самобранка. Вот я вижу мамалыга. Да, мамалыга, да. А мамалыга вашего приготовления? Да, лично приготовила, да. Она с чем, с маком, что ли? С маком, да. Кушайте, девочки. Значит, не, но он их прикормил, чтобы они хорошо были, по-доброму к нему. Видишь, вывод какой? Будут прикармливать жениться? Казали, что какая-то мамалыга вот эта вот. А цветочки невестам, да, я так подразумеваю? Нет, невестам отдельно. Это для вас можно? Боже мой, ну, конечно, даже нужно. Ой. Чтобы не было видно. Если ты ладно, вон, гидратор и чла. Это часто, часто, ребята, по-доброму к этому. Спасибо. Спасибо. Как так получилось? Правда, у вас, смотрите, как по стране это помотало. Родились в Молдавии, жили в Москве и в Аргентине. Сейчас живете в Ялте, а мечтаете переехать в Сибирь. В смысле сослали? Вот из Сибири в Ялту, я понимаю, а наоборот, перегрелись, что ли? Наверное, да. Мозги закипели? Наверное, закипели. Посмотри, у него что-то есть, такой смесь от поворот. Да, да, да. Брутальный, хороший. Вам 56 лет. Да, полный. У вас куча детей. Пятеро. А брака два. Да, не брак, я называю две свадьбы. Я так как бы учил русский язык для меня иностранный, брак как-то для меня некрасиво звучит. Как это? Ну, что такое брак? Ой, это с каких пор у молдаван русский стал иностранным языком? Тем более у поколения очень советского. 56 лет. Я, в принципе, начал учить русский в 13 лет, потому для меня иностранный. А вы где жили-то? Мы дома говорили на румынском, на французском. А в каком городе вы жили? Я под Кишинево, есть-то город Чемишли. А что так в немилость-то русский язык попал? Да нет, дело в том, что у нас-то началась когда коллективизация в Бессарабии? 49-й год. У меня было специалистов, кому учить русскому языку. То есть не потому, что... Нет, это просто так история сложилась. Хорошо, понятно. И вот вы бизнес свой первый, так сказать, организовали в Кишиневе. И там же женились? Нет, я родился в Ялте. Так я в Ялту переехал жить постоянно в 82-м году. И там же родились первые дети? Первые, первые, двое детей, да. Да, и там же вы сделались миллионером? Ну, в принципе, начал там, а совершилось все в Москве, в принципе. Родились детки, деньги есть. Когда полмира голодал, у вас все было хорошо. Так что же не сохранили? Все было хорошо. Ну, получилось так, что мы жили на разных планетах. Если говорят, что там мужчина и женщина с разных планет, это, наверное, касается именно моего первого брака. Ну, не нашли бы общего языка, я не знаю. Ну, послушайте, Пантелеймон, детки в нелюбви не рождаются. Тем более двое. Ну, понятно, понятно, да. Значит, что-то было. А что ж такое произошло, что она в сердцах вам сказала, что она и не любила вас вовсе никогда? Там, видимо, все началось с того, что я настаивал, чтобы она переехала в Москву. В Москве мне было хорошо. Да и ей бы здесь было хорошо. Ну, там все родственники. Я думаю, где-то психологически они тоже сыграли на ее решение. Ну, Пантелеймон, вы же не из Парижа ее звали в Кишинев, правильно? Вы же из Кишинева ее звали в Москву, когда у вас бизнес здесь, деньги здесь. Ну, согласитесь, сегодня не выгонишь Молдаван из Москвы по тем-то временам. Может быть. Я, например, в Москву больше не хочу. Да и слава Богу. Меньше будет надо. Да, скажите, а какие аргументы были против Москвы? Ну, какие были в 90-е годы? Не так приехал, не на той машине, не те друзья, а вот те жулики, а те бандиты, а ты крутишь-то где? Я говорю, тогда оставайся здесь, подожди меня, вот еще год-два. Не дождалась? Нет. С кем-то закрутила, с другим? Закрутила, да. А вторая девушка уже была, так сказать, осознанная любовь. Взяли из бедных. Вторую я просто украл, скажем так даже. Он украл. Он еще горячий хлопец. Он еще и романтик, он украл. У меня там был мужчина, серьезный, хороший артист. Ну, тоже старше, может, старше меня. Работала переводчиком на нашей компании. Я жил в одной из гостиниц в Москве. И была проблема у меня какая-то со здоровьем. У вас? Да. Заболел желудок, да. Она пошла пешком в Череможский рынок, купила картошки. Живой сок. Выжила. Мне это так понравилось. Думаю, вот это настоящее. Женщина, когда хочет мужчину купить, вам же мало надо внимания. Вот такое и все. И вы навеки наши. Абсолютно правильно. А вы ее стали в ответ не картошечкой, а заморским фруктом, ананасом. Да. Да. И у девушки-то глаза полезли на лоб. Сначала ананас, потом денежки на квартиру, на вещички. И она сказала, Пантелеймон, навеки твоя. Да. И забыла она того своего любимого и перешла в другие надежные руки. То есть к вам. Да, так было. Угу. Большая любовь была. И когда начались звоночки, когда и ананаса есть стало мало? Ну, опять же, когда я был откомандирован в Аргентину, то есть не было меня рядом. А вы женили-женились прямо? Да, женился. Притом за... Ну, с тремя условиями. Чтобы она не встречалась с друзьями, которые пьют и курят, она должна была вам родить троих детей и во всем слушаться мужа. Да, как старшую. И она согласилась. Чтобы она была замужем. Правильно. Мужчина всегда вправе ставить свои условия. Конечно, он же выбирает женщину. И женщина либо соглашается, либо нет. Нет, свадьба в Ялте, на яхте, венчание в соборе Александра Невского. Угу. Куда еще серьезнее не верить такой красотульке. И вот вы живете, ребенок родился? Да, сын. Один? Один пока. Пока, да? Вот до того, как вас позвали в Аргентину? Да. Ну, тоже, послушайте, хорошая страна, жаркая. Она там, видать, не была никогда. Только вам почему-то странные условия поставили партнеры, да, в Аргентине, что они дадут место жительства постоянно вашему ребенку и вам, а жене нет. Они что, хотели, чтобы семья распалась? Нет. Там есть процедура. Вот полгода пожили. А, ну, может быть, ей временно? Ну, не дали. Через полгода можно было опять все это повторить. И через полгода пять. То есть все равно дали бы. Мы доказали, что мы... У вас не фиктивный брат. Да, вот. Они этого боялись-то. А еще двоих детей она родила где? А, двоих детей, две девочки, двоих няшки родились уже в Кишиневе. Когда вы вернулись? Да, уже 2000 год. Угу. И если сына она страстно хотела от вас, как она вам говорила, то две девочки родились просто во время вашего отпуска, зачались и родились случайно, можно сказать, да? Не случайно, я поднажал. Но она не хотела? Не очень. Нет, действительно, мне очень нравится внутреннее содержание мужчины, которые действительно мужик, который хочет зарабатывать для своей семьи, который хочет, чтобы у них не было ни в чем недостатка. Так как в Аргентине не дали вид на жительство, были планы, она всю жизнь мне стала жить в Европе. И вот вы свою козу в европейский огород. Типа подучиться. Ну да, да учиться. А с детьми кто остался? Я остался. Ой, молодец, руку вам жму. Ну, бывает такие, честно. Молодые. Вот вы молодуху отправляете в Европу в надежде, что она приедет, ученый, аж на год. На год. Ну что вам сказать? Вы уже сами все понимаете. Ну, глупые, глупые, понимая, теперь понимаешь, что глупые. И неправильно. И когда она перестала реагировать на ваши звонки? Ну, целый год так, общались, вроде неплохо. Год прошел, говорит, давай, милая, домой уже. Возвращайся. Диплом. Меня ждет Аргентина, тебя ждет Европа. Тут друзей много, Испания, там, контрактов. Да, да, да. Она говорит, мне надо немножко задержаться. Говорит, ну, сколько? Ну, на месяц. И пропала на три месяца. А дети, говорит, папа, папа, мамку хотели? Ну, маленький, что там, три года, что не помню. А у нее сердце не рвется? Ну, я не знаю. Как разыскали ее через три месяца, что выяснилось? Нет, она сама позвонила. И что говорит? Говорит, я пока не могу приехать. Потому что у меня Ганс. И большая с ним любовь. Ну, говорит, тут другие дела. Ничего себе. Ты представляешь, что это за женщина, которая уехала, не вернулась к своим детям? Я говорю, а как? А мы же договорились с тобой. Я что, у вас все-таки какой-никакой, да? Я же человек слово. Твой законный муж, венчанный в соборе. А она что? Не надо было, говорит, мне ананас тогда показывать. Надо было слаще морковки, мне вообще ничего. А теперь я знаю, что ананасы в любом супермаркете. Дурашка. Пантелеймошка. Она говорила, ты не переживай, ты справишься. Ты вырос в большой семье, у нас было 14. А что для тебя трое детей справишься? Нет, но одного, все-таки, которого желанного, она забрала к себе в результате. Ну, это последние два года. Все-таки такие бывают бессовестные женщины. Просто, знаешь, поражаешься вообще. И вы так легко дали развод ей? Я не дал развод. Она сама меня попросила через суд. Я не знал, что я разведенный уже. Какой он жесткий, его сразу видно. Я вижу, что очень мягкий, очень добрый, доброжелательный. А вот вы мне скажите, вот миллионерам-то были, это хорошо. А где накопленное? Вот знаете, нам и так миллионеров не хватает. А вы пришли, говорите, и ничего нет. Куда делят деньги? Деньги куда? Да. Потратились. Ну, а что мы сейчас невестить предлагать будем на старости лет? А вот руки есть, голова есть. Дети выросли? Уже большие. Девочки у вас, да, близкие? Да, две девочки. Сколько им сейчас? 14 будет. Так еще растите-растите. С вами они, да? Да. А жить-то где? Есть вообще? Ну, же дети. А что в Сибирь-то все-таки? А что, может, дом у вас больше, чем в Ялте? Вы знаете, вне кастом люди другие. Я так думаю. Пусть приезжает к нам на Урал. Это здорово будет. Замечательно. У нас почти как на севере. Я много сделал, много достиг с этим трудом. Так, может быть, сегодня вы хотите больше отдыхать, и вам незачем много трудиться для того, чтобы, ну, сегодня иметь достаток. А девчонки, если вам нужна молодая женщина, ну, нужна же, наверное, молодая. Нет, что нет. А деток хотите еще? Нет, нет. Да, наверное, нет. Ой, какой молодец. Хорошо. Хотя Богу знает, я буду уже 112 лет, я только середину. Все испортили. Да. Так хорошо начинали. Вы определитесь. Потому что если хотите еще общих детей, будет к вам одно отношение. Ты можешь, как только встретишь, ты можешь сказать ему, вы привлекательны. Я чертовски привлекательна. Не будем тратить время на разговоры. Берешь и уводишь, все. Да, воруешь, воруешь. Мы победили. Он определился. Нет, конечно. Ему вот Василиса Володина нравится. Василиса Володина нравится многим. Блондинка хочет. Ну, парик на тебе. Ну, ладно. Может, у меня не хранят. У меня есть, кстати, белый парик. Рос, откуда такая инсайдерская информация? Во! А что разведка донесла? Что я, что придумываешь, что ли? Очень надо было. Но я вас поспешу разочаровать. Я человек совершенно другого типа. Женщина вот абсолютно иная, чем та, что вам нужна. Но внешнюю оболочку, ну, наверное, можно. Много блондинок ходит по московской земле и не по московской тоже. Но по характеру, по энергетике вам нужен человек совершенно другой. Вам нужна такая маленькая птичка, которая будет, как птички, своими перышками выстилать гнездышко. Которая будет до смерти щенок. Может быть, да. Может быть, да. Иногда так. Та, которая будет очень заботлива и та, для которой вы все равно всегда будете чемпионом. Независимо от успехов в текущий момент времени. Ты в душе можешь быть нежной птичкой. Маленькой. Очень хочется узнать, чего вы хотите от брака. Чтобы любила. Чтобы любила? Да. А вы, у вас осталось еще, вот этот запал-то остался для любви? Остался. Можешь мне тогда сказать, у меня осталось море неострочное любви? Да, я готова подарить ее вам. Да. А я вас, знаете, что пожелаю? Вы знаете, стариться надо достойно. Давайте честно. Поэтому отношения женщины должны у окружающих, особенно у ваших близких, вызывать уважение, а не смех или некое такое ощущение неприличности, что вас не будет приглашать в определенные места и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Да, согласен. После рекламы у нашего женьха состоится первое свидание. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Пантелеймон. Встречайте первую невесту. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы привлекательны. Я чертовски привлекательна. Да нечего время терять. Быть может, я и есть та маленькая птичка, которая унесет вас в мир любви. Чик-чирик. Спасибо. Смело. Здравствуйте, Анна. С кем вы? Я хотела бы представить своих подруг Виктория и Елена. Здравствуйте. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Анна, 34 года. Психолог и радиоведущая рисует эротические картины. Анна. Мечтает родить троих детей. Признается, что очень любит сладкое. Предупреждает, что не готова худеть ради мужчины. Гордится своей сексуальностью и заявляет, что ей нет равных в постели. Один возлюбленный готов был носить Анну на руках, но так и не приехал на их свадьбу. Другой был отвергнут ею после того, как предложил разводить кур и коров. Анна надеется, что Пантелеймон окажется ее идеальным мужчиной. Вы выглядите блестяще. Спасибо. Во всех смыслах. Я знаю, что у вас как-то необычная фамилия. Да. С недавних пор у меня фамилия Оргазмова. Какая прелесть. Ну, такое впечатление, что как будто она делает вызов обществу. Как будто она не получает достаточного внимания и вот хочет таким образом себя преподнести. Что уж прям побежали фамилии менять, чтобы не изглазить. Рука, я глянем. Роза, позволь мне, как специалисту, по именам, я хочу убедиться. Точно? Оргазмова Анна Ивановна. Тогда надо было отчество менять. А когда приходите на работу устраивать, или Ангету заполняете где-нибудь в банке, сбегаются люди, нет? Нет, ну были некоторые случаи, конечно, замешательства. Во всяком случае, когда я подавала, соответственно, документы на переименование. Но только Водолей вообще мог это придумать и пойти на такой настоящий Водолей. Подождите, она себя прекрасно чувствует в этой фамилии, а в другой ей было тесно. Она взяла то, что ей удобно. Да, это хорошо, когда 34 года. А дети будут по папе. Дети будут либо по папе, либо по моей основной фамилии. Хорошо, когда вот пенсионерка такая затенница. Тогда поменяйте еще раз. Еще раз поменяйте? Мне кажется, что жених просто в шоке. Расскажите про своих возлюбленных. А, возлюбленных? Почему у вас-то не сложилось? Это был гражданин Норвегии Гейр Клаусен. Мы познакомились с ним в ту бытность, когда у меня была возможность. И я от одной общественной организации ездила в Норвегию сажать елки. Как-то раз в магазине мы столкнулись, может быть, даже как в фильмах показывают. И привет-привет. И мы на английском. Очень хорошо как-то так вот контакт прошел. Потом вы уехали в Россию. Да, я уехала в Россию. Перезванивались. Да, мы встречались очень романтично. В Таллине мы проводили по две недели отпуска. Потом по две недели... Иногда ездили в Питер. Через сколько он вас пригласил к себе? Через два года. Он приехал к маме моей. Тогда еще мамочка была жива. И он сделал предложение. Все серьезно, там, с цветами, на коленях. Ну, вы поехали. Ну, да. Я собрала, приехала. Я приехала. На всех батареях трусы, колготки, женские лифчики. Вы можете представить, что именно в той комнате, куда он меня поселяет, висит целая плеяда женских принадлежностей, трусов, лифчиков, женские футболочки. Он уже для вас приготовил. Ну, это все в размере. И, ну, значит, может быть, села. Вот. И добило меня все письмо от некой Татьяны Клауссен, то есть какая-то русская женщина. Хотя он до этого мне сказал, что ни с одной русской женщиной. Ты первая девушка из России. Ты my beauty girl. Постоянно там. Ты самая красивая девочка. Все. Единственная из России. А тут вот такая вот... Так что в письме-то было? В письме было, что я Татьяна Клауссен... Вы кажутся замуж? Нет, проживаю с таким-то... Проживаю регистрировано там, замужем затем. И, соответственно, прошу вас об о работе. То есть она против работодателя. И подписана внизу Татьяна Клауссена. То есть... Но вы ему задали вопрос, что это? Что это за письмо? Что это за трусы? Ну, он мне сказал, что no problem, no problem, все хорошо. No problem, никаких проблем. Что ты? Это не проблема. Может быть, он понимал, что вам так не терпится за него замуж, что вы все съедите? Не, ну, быть может, конечно. Может быть, я была слишком активна. Да, слишком активна, я думаю. А женщина слишком активная вызывает практически у 100% мужчин, вот и подруги согласны, недоверие. Недоверие. В вас нет тайны. Мария, зато с другой стороны она показывает, какая она есть, чтобы не было фрустрации. А зачем показывать все сразу? Должна же быть какая-то тайна. Ну, это же не первая была история. А вот про этого вот Трынчина. Трынчин, ой, Трынчин, это вообще замечательная история. Мы познакомились в интернете. Дальше пошли очень интересные вещи. Он начал быть постоянно в командировках, то есть это его вечное состояние. И он мне все время говорит, алло, милая, да, я в Рязани, да, скоро буду. Ой, у нас с тобой будут отличные дети, у нас с тобой будет отличная семья. Да-да-да, дорогая. Хорошо. Проходит, ну, буквально пару дней. Дорогая, я в Архангельске, да, да, ты меня любишь, да, я тебя тоже люблю. У нас с тобой будут отличные дети. А не было ощущений, что вам человек морочит голову и просто откровенно над вами подшучивает? Не знаю, ну, раз в месяц он появлялся, и все вот это... Ну, раз в месяц. Живьем. А все это время остальное. Анечка, а вот все редкие часы, все-таки, когда вы встречались, вы требовали объяснения от него? Ну, вы понимаете, что женщины же любят ушами, и я вот, ну, лично я люблю ушами. И мне мужчина говорит, ну, да, да, и он мне все же подробно объясняет, как у нас все будет, рассказывает. Помните, Лариса? Понимаете, вот он приводит об этом невесту, знакомит с родителями, да, а у вас фамилия, ну, потому что мне кажется, это вульгарная фамилия, она глупая. Для взрослых женщин это такой абсолютно, для меня это не мотивация, поступок. Ну, он может с вами похохотать, провести какое-то время, но для серьезных отношений это... А я даже обещаю после брака хотя бы через дефис что-то написать. Вы понимаете, что ваша фамилия просто кричит о вашей несложившейся к текущему моменту личной жизни, о том, что вы обделены чем-то. Ведь когда человек вот так, на показ, настолько открыт, ему кажется самому, что, эх, он лихо завернул, и все будут этой фамилией восхищаться, а на самом деле все изумляют и восхищаются один момент, а в конечном итоге потом привыкают и просто начинают подсмеиваться. А фамилия ведь, как и имя нового человека, они, с одной стороны, имеют долгий разгон, но потом надолго прицепляются. Даже поменяешь фамилию, а старые еще лет семь действуют. Поэтому меняйте срочно. Пантелеймон, будь взрослый человек, 56 лет, 34 года. Не смущает ни 22 года, ни большая разница в возрасте? А кроме разницы в возрасте, что еще смущает? Она очень сильная. А в чем сила? Я пока, кроме дурости, в общем-то, поехать в Норвегию, неизвестно к кому, поменять фамилии, неизвестно к кому. Я пока никаких таких поступков со стороны на нее не... А вы посмотрите в глаза это поглубже, поглубже. Ну да. О, там... Там бомбы. Да там крик, хочу любить. Ну... Ну ты конечно, что вы разве так думаете? Я хочу жалеться. А вы в Сибири как? Ну так и хорошо. Да хорошо. Если это не будет хижина в далекой тайге, то хорошо. А если... Я живу в Ялте, на берегу моря. Что вас пугает? Это же замечательно. Что пугает? Давайте, вот есть Анна, есть Пантелеймон, есть... У вас дети есть? У меня нет детей. Но я очень хочу. Хочу прямо сейчас. Не знаю как. Прямо даже сейчас. Это не ходит в мою программу. Почему? Уже пятеро. А ну дети, пятеро. Про детей, да. Надо кормить. Испугалась. Нет, до этого говорили... Александр, Николай, а вы свободная? Я Николай не видел? Свободная, свободная, свободная. Честно? Да. Свободная. Лен, мне понравился, правда. Друг вот этот. А вот ваше мнение, вот для Анны не слишком ли экстравагантные выпады в 34 года? Я тоже считаю, что это, как сказать, для Пантелея такое не подойдет. Вы чудная девушка, у вас глубокий взгляд, мне кажется, что вы хорошая подруга, вы нежная и добрая. Но вот как сложилось, так сложилось, милая. Поэтому все в ваших руках. А в наших возможностях посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Мне было очень приятно с вами познакомиться в любом случае. Не смотря ни на что. Хорошо? Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Милая, слишком староват для такой экстравагантной женщины, как ты. Вы знаете, для того, чтобы выбрать себе такой имидж, нужно быть не просто отчаянной, но еще очень талантливой. По плечу это оказалось не на сегодняшний день из наших современниц, пожалуй, только Мадонне. Потому что она большая труженица, она талантливая, и на ее этот самый имидж вот такой секс-бомбы трудилось огромное количество небездарных людей. Поэтому здесь немножечко такая самодеятельность клуба Цурюб, понимаете? Я думаю, что это большая глупость, если она нас сегодня услышала. Сегодня это выглядит вот в связи с Анной немножко нелепо, по-детски, смешно. Вот, мне кажется, такая фамилия, она обречена на одиночество. Это фрики абсолютные. Я согласна с тем, что я фрик. Я даже не знаю, у меня много друзей с фриков, и все бороли. Я вообще не понимаю, когда человек не проявляет себя, когда серое масло, мне неинтересно. Она очень чувствительная, она очень чуткая, она человек даже, я бы сказала, нервической организации, в чем-то сходной с вами. Но я соглашусь, что вы эмоционально могли друг к другу не подойти. Правда, ее мужчина, вот если мы, кстати, вспомним про тот самый образ маленькой птички, которую гнездышко выстилает, она совершенно на эту птичку не похожа. Как раз ты-то на птичку и похожа. Если учесть, что ты в каждом месте, куда прибываешь, вьешь гнездышко, даже если ты один день пребываешь в этом состоянии. «Давай поженимся», теперь ваша мобильная, наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Кантелеймон». Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Меня зовут Галина. Я приехала не из Сибири, но с Урала. Поэтому милости просим. Спасибо, что приехали. Вы приехали к нам из Екатеринбурга, поэтому одна. Я приехала из Екатеринбурга, да, поэтому одна. Значит, мы будем вас сегодня поддерживать. Но чтобы узнать вас получше, давайте посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Галина, 51 год. Помощник руководителя на госслужбе в Екатеринбурге. Играет в большой теннис, занимается садоводством, катается на собачьих упряжках. Мечтает поехать в Париж с любимым человеком. Предупреждает, что у нее большая семья, с которой она не готова расстаться. В свой день рождения Галина узнала, что у мужа есть другая женщина и ребенок. Два года наблюдала, как супруг живет на две семьи, но в итоге выгнала его из дома. Надеется, что Пантелеймон не способен на предательство. Галочка. А что это за акт недержания у вашего мужа? Почему нужно было именно в день рождения вам такой подарок преподнести? Если честно, даже не могу ответить на этот вопрос, потому что для меня самой это был, конечно же, очень большой сюрприз. Может, выпил лишнего? Нет, абсолютно был трес. У нас были гости, он собрался и ушел. Я у него спросила, я говорю, ты куда пошел? Он говорит, я скоро приду. И возвращается уже, естественно, когда никого нет дома. И вот, знаете, вот сидит вот так вот напротив меня и начинает мне рассказывать о том, что вот у меня есть ребенок, которому сегодня исполнился год. Ваш день рождения? Да. Была чудесная, замечательная история. Как сердце у вас не лопнуло, бедная моя? Да ничего страшного, мы это пережили. А у вас дети общие были? Да, у нас двое общих детей. О, Боже. Я понимаю, что ничего страшного по прошествии. Это сколько же вам лет было, когда такое произошло? Тридцать... Тридцать три? Тридцать три года, с двумя маленькими детьми. Да? Ну, вот так случилось в этой жизни. И вы ведь не выставили его? Нет. Вы ведь дали ему возможность определиться, кто ему дороже, новая семья или вы, да? Да. Он ведь еще какое-то время мотался туда-сюда. Он, да, он какое-то время ходил туда-сюда. То есть он как бы и не мог нас оставить, потому что он понимал, что здесь его семья. А что вас останавливало перед тем, чтобы ему сказать и показать на дверь? Ну, вы знаете, конечно... Или страх остаться одной с двумя детьми? Ну, во-первых, страх остаться одной с двумя детьми, потому что я на тот момент не работала, то есть у меня не было никакой финансовой поддержки. Но потом все-таки дети отца очень любили. Мне кажется, на кларочку чуть-чуть похож. Да, да, да. Все-таки в результате через сколько... Ну, где-то года через два мы... Через два года еще это было решение? Я думаю, что это было все-таки совместное уже решение общее, потому что я сказала, что я так больше не могу. Но ведь он не ушел с той женщины, к маленькому новому ребенку. Он ушел, он прожил там с ней года два, наверное, и ушел от нее тоже. И понял, что его счастье это будет в одиночестве. Да, да. И тут у вас случается почти зеркальная ситуация. Да, и тут случается почти зеркальная ситуация. Да, то есть я, в принципе, как бы совершенно этого не ожидала и не хотела. И, в общем-то... Почему одинокая женщина? Так получилось, что, да, просто, ну, скажем так, меня просто вот взяли и сказали. Вот здесь стоишь и никуда не уходишь. Все, я здесь и все. И вот человек пять лет был рядом со мной. И вот вы пять лет были в роли любовницы. Ну, да. А он вам что-то обещал? Да, конечно. Он мне говорил, что я уйду, я готов, все, я тебя очень люблю. То есть... А ваши дети как относились к дяде, который приходит? Вы знаете, очень хорошо. Смотрите, Галя, у Пантелеймона две девочки, подростка. 14 лет, сами знаете. У вас кто? Разнополые дети? Нет, у меня две девочки. У меня девочки уже взрослые. У меня взрослые дочери. Одной 27, другой 23. У него помимо этого еще два зятя. Два зятя. Два внука. Две кошки, две собаки. Совершенно потрясающих. И здесь, кстати, вопрос. А вот как мы будем... Блин, да, откуда мы будем? И силы. Уже не девочка, уже 51 год. А вы знаете, у меня сил еще очень много. А вы как жить к нам приедете? А я думаю, договоримся. А сюрприз покажете? Конечно. Пожалуйста. Существует старый русский обычай гадать на книгах. И вот я хотела бы, чтобы мы попробовали с вами погадать на желание. Вы загадаете про себя желание, скажите мне номер страницы и номер строки, а я открою, и мы посмотрим, совпадет оно или нет. Хорошо. Давайте присядем. Спасибо. Говорите. Я вас слушаю. Один на стою. Смотри, она по приходу на доктора. Говорите. Я вас слушаю. Поболит. Так, а строка какая? Третья сверху. Третья сверху? Целый год ты со мной не разлучен. А как прежде, и весел и юн. Спасибо. Давайте теперь я попробую сделать то же самое. 98-я страница и первая строка. Допустим, да? Давайте посмотрим, что у нас получится. Как невеста получаю каждый вечер по письму. Спасибо. А может, у нее там вся книга, мы будем вместе. Скажите, пожалуйста, а как вы вообще относитесь к поэзии? Очень положительно. Очень положительно. А можно я вам прочту стихотворение как раз от Анны Ахматовой? Буквально несколько строк. Как тихо-желтый вечерний свет. Нежна апрельская прохлада. Ты опоздал на столько лет. Но все-таки тебе я рада. Сюда ко мне поближе сядь. Смотри веселыми глазами. Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами. Спасибо. Спасибо большое. Расположился, мне кажется. Расположился, конечно. Анна Ахматова против нее. Ты что? Ну что, хотели, как Василису. Получили. Даже платье похожее на них. Интересно. Очень интересный. Да, и Овны, по-моему, обе, да? Да, да. Так что, если ему нравится реальный, вот прямо Овна с Василисой, если в общем и целом взять, то конкурент. Да. А так в общем и целом нет. Видите, как желание исполняется на нашей программе. Мужчины, вам понравилось, Галена? Мне понравилось. Замечательно. Мне больше понравилось совпадение. Раскатили в Сибирь, вот вам, пожалуйста. И даже ваше варварское требование, чтобы женщина полностью покорилась мужчине, она как-то в своих отношениях и в тех, и в других выполняла. Она не принимала решения. Она предоставляла это своим мужу и любовнику. Сначала один разбирался, уйдет он или не уйдет. Она терпела, подстраивалась, пыталась за свою любовь биться. Со вторым она выжидала, решится он с семьей в ее пользу или нет. То есть на самом деле она давала мужчине продохнуть. Она давала принять решение, что очень важно. При том, что Овны, да, мы обычно очень активны. Но она там, где не нужно, с активностью не проявлялась, к счастью. Она может тебе быть конкуренткой по его типажу, по его желанию. Да, да. И опять же по настроению эти друзей. И я предлагаю Тель-Теремону встретиться. Стреть и невесты. Проходите. Здравствуйте, поднятие Лимон. Меня зовут Ольга. Я приехала с Урала и привезла вам сувенир. Спасибо большое. Спасибо большое. Это моя любимая цепь. Роза, извините. Засупили уже. Засупили уже. Олечка, с кем вы пришли? Я приехала со своей лучшей подругой Еленой. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Ольга, 54 года. В прошлом инженер сейчас на пенсии. Признается, что легко ранимо и не умеет разбираться в людях. Предупреждает, что никогда не оставит свою мать. Жалеет о том, что у нее не сложилась жизнь. Ольга 30 лет любила одного мужчину, который так и не решился сделать ей предложение. Надеется, что с Пантелеймоном она узнает, что такое женское счастье. Я первый раз вижу человека, который положил свою жизнь на алтарь любви. Как такое возможно? Боже мой, я вам даже завидую. 54 года. Вы не были замужем. У вас нет своих детей. И вы всю жизнь любили одного мужчину. Я вот не знаю, восторгаться или рыдать рядом с вами. Посмотри, она вот так и выглядит. Жертва. Я жертва. Скажите, а чего больше сожаления, что жизнь не сложилась? Или радости, что вы одна из очень немногих, которая познала такую любовь? Наверное, больше радости. Больше все-таки радости, правда? Потому что не каждому природа дает такое чувство. Да что вы, конечно, нет. Скажите, почему не делал предложение, как вы считаете? Ведь он же был свободен, вы были свободны. Что вешал? Очень мягкий человек. Вы? Нет, он. То есть в мужчине нет такого стержня, который мог бы предложение сделать любимому человеку. Волечка, ну мягкими мужчинами легко управлять. Тогда вы могли взять инициативу в свои руки? Нет. Я считаю, что только мужчина может сделать женщине предложение, а она может либо сказать да, либо сказать нет. Допустим, но подвести к этому даже мягкого человека можно так, что он и не поймет. Ему будет казаться, что это только его инициатива. Ларисочка, его подводили за это другие люди для этого. Он женился на тех, на других. Да? Да. Через сколько лет после вашего знакомства он на другой женился? Через 8 лет. Ну, значит, он ее не любил. А узнали как, через кого? А я была в командировке в Екатеринбурге. И у меня время оставалось. Я думаю, позвоню я любимому человеку. Пришла на переговорный пункт. У них в то время не было телефона. И я всегда, если звонила, то звонила соседке. Я позвонила, Наталья Александровна говорит, Оленька, ты зачем звонишь? Я говорю, как зачем, соскучилась. Я звоню, позовите, пожалуйста, Олега. Но если его нет, позовите его маму или бабушку. Она говорит, ты разве ничего не знаешь? Я говорю, нет, я не знаю ничего. Она говорит, да Олег же женится. Как женится? Трубка выпала у меня из рук. Я выскочила с переговорного пункта. Вообще не понимала, где я, что я, что со мной. Почему случилось со мной это? Небо на меня обрушилось, земля ушла из-под ног. И я бежала по плотинке. Я не помню себя. Забралась на ограждение этого моста. Ну и собиралась, видимо, прыгнуть. В это время проходили цыгане мимо. Они как-то стянули меня оттуда. И Господь вам их послал. Сняли с меня все украшения, деньги, которые у меня были с собой. Точно, Господь. Господь, конечно, потому что ее внимание переключилось с себя на вот эту ситуацию, конечно. Ну и меня как-то это немножко отрезвило. Я нашла в себе силы, позвонила подруге. Она сказала, ты никуда не уходи, я сейчас за тобой подъеду на машине. Взяла машину, приехала, увезла меня домой. Она умерла на том мосту? Ну, конечно. Она умерла на том мосту? Честно, жива-жива. Нет, но я имею в виду. Что-то, часть себя она потеряла. Ну это ведь было только начало поэмы о вещем Олеге. Он ведь никуда не исчез. Через сколько он к вам нарисовался? Прошло месяца три. И вот звонок в дверь. Раздался звонок в дверь. Я открыла, мама была в отпуске. Я открыла дверь, там стоит Олег. Как всегда, с цветами, с конфетами, с шампанским. И как ни в чем не бывало. Сказала, здравствуй, это я. А я сначала сказала ему, ты женатый человек, для чего ты приехал? Он говорит, кто сказал тебе, что я женатый человек? Я говорю, извини, покажи, пожалуйста, паспорт. Он показывает паспорт. Там стоит дата регистрации и дата развода. Она совсем отличается. А зачем ему это нужно было? Как вы думаете? А я не знаю, я не спрашивала. Я побоялась любимому человеку сделать больно. Да ладно, глупость какая. А то, что он действительно ее доводил. И вот он остался опять с вами? Да, он остался. И я простила, хотя я никогда не думала, что я смогу простить такое. Мне кажется, она придумала сама себе эту любовь. Он остался. И у нас вроде все началось снова хорошо. Это продолжалось два года до того дня, когда я защищала диплом. И меня вызвали на переговоры. В Екатеринбурге я жила. В то время пришла телеграмма. Я пришла на переговорный пункт. И думала, что Олег желает поздравить меня со скорость защиты диплома. Пожелать мне удачи. Я, значит, взяла трубку, а там раздался голос мамы. Она сказала, Олег уезжает за границу. И опять все за вашей спиной, вы ни сном, ни духом. И опять подло. Ничего не знали. Опять подло. И с подтишка сзади. То есть он оформлял документы. Он вел переговоры. И он уехал. И вы опять из какого-то ложного благородства не задали ему вопрос. За что и почему? Почему ты не даешь жизни мне? Почему ты не оставишь меня в покое? Он уезжает. А я его больше не видела. Нельзя класть свою жизнь на алтарь одного мужчины, который недостойный этого. Можно класть на алтарь одного, но достойного. И вот вы его находите. И он откликается. Выясняется, что у него ни котенка, ни ребенка. Ни жены, никого. Да. Выяснится, что он свободный. И я прошу его, если ты не вычеркнул долгие годы назад меня и своей жизни, то... Я тебя по-прежнему ждала. Да. Давай попробуем выстроить наши отношения в третий раз. А сколько вам было тогда? Когда я нашла его? Когда предложили ему? Это было 7 лет назад. 47 лет. Он приезжает? Нет, он не приезжает. Он начинает, значит, кормить меня завтрашними днями. А где он в третий раз был? Он был в навигации. Где? В навигации. Он плавает. А-а-а. Значит, он говорит, давай дождемся окончания навигации, и я приеду. А у меня как раз... Ну, столько лет ждали, что вам тут подождать полгодик. Да. Ждете? Да, конечно, жду. Заканчивается навигация. Он говорит, я устроился на вторую работу. Давай подождем до новогодних каникул. Ну, зачем ей это все надо было, вообще непонятно. Бедная несчастная женщина. Потом оказывается, что он сломал ногу. Это называется «Но там в краю далеком чужая ты мне не нужна». Вы ему не были нужны молодой, красивый, любящий детородного возраста. А через 15 лет вы были ему чужой женщиной. Чужой, очень взрослой. Зачем вы ему? Так же, как и он, никому не нужен. Это его забота, это его проблема, и вы не знаете об этом. Загубила всю свою жизнь. Непонятно на что и для чего это все надо было. Сегодня можете сказать, что если он завтра вас не увидит по телевизору и скажет, она клево выглядит, слушай, где был я дурак? Заканчивается навигация, и вот он у вас нарисуется. Примете? Нет. Точно? Точно. Да ладно, не верю, не верю. А я знаю, что вам понравился Николай, свадь. Да, понравился. Ну, что вы так смущаетесь? Неожиданно. Такой Николай тоже смешной. Оль, ну у вас есть возможность пригласить Николая? И для него показать сюрприз на сцене? Я думаю, что Николай против. Ну, что вы думаете за него? Ну, я бы отсюда смотрел бы. Не укусит же вас. Ну, что вы так стесняетесь? Ну, для вас сюрприз. Когда еще будет такая возможность? Ну, что здесь? Ну, надеюсь, что еще будет. Хорошо. Он едет. Он едет. Офигеть. Вот, вы понимаете, вот этот тип, вот эта женщина-жертва, вот как она настроена на неудачу, даже друг оттуда не пошел. Я сразу сказала, да? А может, он не хочет. Тогда, Пантелеймон, на правах жениха проходите. Пантелеймон, так как одно из моих хобби – собирать грибы, я приглашаю вас на прогулку и на тихую охоту. Так в народе называется сбор грибов. Шикарно, шикарно. Я люблю, кстати, грибов. Хорошо. Давайте поищем все-таки их. Вот у нас такой шикарный лес. И у нас сказочный лес. Почему? Потому что у нас грибочки вот уже готовые. Мы их будем собирать в баночках. Уже готовые? Да. Можно будет скушать даже. Да. Попробуем. Так, я уже нашла. Какая прелесть. И вы нашли. Прекрасно. Все. Парангон, гибкий пистолет. Короче, смотрите, она на его фраг. Это что, чтобы он замаскировался? Так. Потеплее уже в отстало. Надеюсь. Хорошо. Так. Давайте присядем на кнюк. Смотри, в хорошей форме, садится на коленки. Значит, артроза у нее нет. Ты рядом. И все прекрасно. И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мой ясный, за то, что ты есть на свете. Мы рядом. А ведь могли бы друг друга совсем не встретить. Единственный мой, спасибо за то, что ты есть на свете. Пантельмон, мне очень бы хотелось, чтобы эти слова сказала вам сегодня одна из трех избранниц. Спасибо. Спасибо. Это очень хотелось. Спасибо. Девчонки, проходите в свою комнату, а вы пантельмон к нам. Оля, вы счастливый человек. Я вам искренне завидую, я вам восторгаюсь. Вы удивительная, вы тонкая, вы ни на кого не похожая, вы единственная. Если Господь вам подарит еще такую большую любовь, ну тогда я за вас просто несказанно рада. Конечно, подарит. Я на это надеюсь. Я тоже надеюсь. Если нет, есть великие чувства, как дружба, как сострадание, как желание быть нужной. Поэтому, если не будет такой большой любви еще, не разменивайтесь. Вот так вот, поняла? Так что, имей в виду. Я сама об этом не могу. Над этим гороскопом, с точки зрения личной жизни, можно тоже только рыдать, не только над историей. Это самая пораженная Венера, какую я только видела в своей жизни. При этом, на мой взгляд, в Ольге есть удивительное женское качество знака Девы. Она суперделикатная. Я считаю, что это была бы идеальная жена. А вы со своим жизненным опытом другого склада. Все-таки ваш опыт – это опыт борьбы с жизнью и с женщинами. Мне кажется, способны более грубо в ее пространство вторгаться, чем она бы могла выдержать это. Но все равно она точно заслуживает внимания. После рекламы мы узнаем, кого выберет наш жених. Не пропустите. Уважаемые мужчины, вот удивительное дело. Три женщины и полярно разные. Вот я думаю, если бы первую Анну и смиксовать бы с последней Ольгой, вот замесить получилось бы две вот такие вот вполне себе благополучные женщины. То, чего Ване в избытке, совершенно нет в Ольге. И наоборот, правда? Но так в жизни не бывает. Поэтому из трех разных восхитительных нужно выбрать одно для своего друга. Ну, пожелать ему кому-то. Кто она? Я бы, конечно, Галину выбрал. Спасибо. А вы что скажете, Николай? Ой, сложно. Да, но вы должны кого-то посоветовать. Больше подошла бы ему Оля. Ой, Галина, Галина, вторая. Спасибо. Ну, если он зайдет, то я с ним, конечно, выйду. Я тоже за Галину. Все в ней дозировано, все в ней по возрасту скроено. И жизнь какая-то достойная прожита. И все это отражено на лице. Ну, в общем, удивительная женщина. Хотя и Ольга, и Анна тоже достойны любви. Думайте. Роза. А я вот сидела и думала. Наверное, самое страшное в семейной жизни – это скука. Вот она любую любовь убьет. Мне кажется, с Аннушкой вы еще позажигаете. Молодец, Роза. Спасибо, Розочка. Наш человек. Спасибо, Роза. Спасибо, Роза. Настоящий. С точки зрения совместимости, с точки зрения того, как люди находят общий язык, делают шаги навстречу друг к другу, вам действительно больше подошла бы Анна, если бы вы встретили ее в возрасте ее ровесника. Но я абсолютно уверена, что сейчас вот эти самые шаги, которые она будет только проходить первые, вам уже не нужны и просто неинтересны будут. Поэтому, конечно, Галина, я не вижу здесь того, что вас сразу моментально склеило бы и создало какое-то огромное притяжение любовное, но я вижу очень много опыта и у вас, и у нее за спиной того, который вам поможет. Поэтому я за Галиной. Слушайте себя. Ваше сердце вас не обманет. Мы вас поддержим в любом случае. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Рубен, 32 года, номер 2017. Дает частные уроки музыки и развивает бизнес. Любит читать, заниматься плаванием и играть на рояле. Познакомится с мудрой, симпатичной девушкой, которая будет ценить его поступки и уважать решения. Юлия, 24 года, номер 3018. Дизайнер одежды. Увлекается модой, учит английский язык и ходит на фитнес. Познакомится с высоким мужчиной атлетического телосложения, с хорошим чувством юмора и серьезным взглядом на жизнь. Мы не знаем, выйдет Пантелеймон один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и его поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Джарас. Здравствуйте. Я очень рад, что вы приехали за передачи. Хотел бы попробовать такие начать с вами. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Почему нет? Сегодня у нас есть пара Пантелеймон и Галина. Если вы хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, удачи. Хочется любви. Хочется прям любви. И она мне в голову внедрила мысль о том, что мне понравилась ее сестра. Вы единственный человек, мальчик на планете Земля, который с 12 лет хотел сына. Ты сына хотел, вот ты его получай. Как можно изменить любимую женщину? Уважаемые гости, горько! Я вообще растерялась, я не успел даже глазом моргнул. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ